Наш корреспондент Николай Сальников О том, что ремонт производили сравнительно недавно, говорит и хорошо сохранившийся бордюрный камень. Более того, этот участок дороги вполне устраивал местных жителей. Сейчас сделали, вы посмотрите, какая дорога. Зачем они сейчас портят дорогу? По новой. Это назло делаешь государство или я не знаю. Дорога была хорошая, я вообще не представляю, зачем они это делают. Просто в том году я только сделал. Съемочная группа ОТС решила пообщаться с рабочими. А вдруг улица Филатова стала местом научно-технического эксперимента. Ну а вообще вот у вас, ну как у работников, не вызывают лень, что дорога-то нормальная. Я вижу, что нормальная. Ну а как, начальство сказало, все. Ну по сути, очевидно, что это напрасный труд. Ну может быть, и да. Есть дороги же, где похуже гораздо состояние. Ну так там и надо делать, где дорог нет. А где она такая нормальная, а что ее врезать-то? Местные жители уже на протяжении трех дней спрашивают у рабочих, не ошиблись ли те адресом. Ведь мало того, что дорога практически новая, так еще и мало загруженная. Автомобильный трафик здесь таков, что асфальт прослужил бы еще не один год. У нас вон там, вон за домами, там вообще не тронутая земля. Там люди вообще вот так вот скачут на машинах. Уже скандал. Мы подумали, что два года назад построят эту трассу, этот участок, а потом там будут, ну в принципе в следующем году. Но они ее не трогают, они только опять эту блокируют. Зачем? Я не понимаю, деньги некуда девать. То, что западный микрорайон контрастов, журналист ОТС убедились воочию. Проехать пришлось всего две сотни метров. Улица Связистов. Эта дорога соединяет две крупнейших транспортных артерии в Ленинском районе. Улица Титова и Станционную. И абсолютно очевидно, что здесь бригады рабочих ждут гораздо больше, чем на улице Филатова. Меж тем, по неподтвержденной пока информации, на ремонт асфальта на улице Филатова выделили примерно 4,5 миллиона рублей. Кто стал инициатором этого странного решения и распорядился оплатить работу дорожников? Эти вопросы журналисты ОТС отправили городским властям в официальном запросе. Николай Сальников, Антон Мамаев. Новости ОТС.